Муниципальные образования, не вошедшие в число победителей в конкурсе проектов по инициативному бюджетированию, получат средства на реализацию своих идей. Такое решение было принято администрацией Ненецкого округа и поддержано депутатами. Напомню, конкурс проектов по инициативному бюджетированию проводился в регионе в августе. Тогда в нем приняли участие 10 муниципальных образований Ненецкого округа с 16 проектами. Победителями конкурса были признаны 9 проектов, запланированных к реализации в Наринмаре, Пешском, Приморско-Куйском, Великовисочном, Малоземельском и Хоседохарском сельсоветах. Общий грант фонда с конкурса составил 5 миллионов рублей. Сегодня власти округа выделяют дополнительные средства на реализацию проектов, получивших наименьшую итоговую оценку в рейтинге конкурса. Дополнительные средства на реализацию проектов и поддержки местных инициатив, получивших наименьшую итоговую оценку в рейтинге конкурса в размере 5 миллионов 323 тысяч рублей, выделены в октябре при внесении изменений в бюджет текущего года. По итогам повторного заседания конкурсной комиссии будут распределены порядка 4,5 миллионов. Омский сельский совет отказался от выполнения заявленного проекта на сумму 856 тысяч. Таким образом, поддержку получат 6 проектов из 4 муниципалитетов. Было принято решение о поддержке, о предоставлении субсидий, посажившиеся 6 проектов. Это два проекта в городе Наринмаре, два проекта в поселке Искатели, один проект в поселке в селе Антик и один проект в Канинском сельском совете. Таким образом, в Искателе благоустроят детскую площадку в районе улицы Ордалина и дворовую территорию в районе улиц Монтажников, Губкина-Поморская. В Наринмаре на площади Маратсей установят светодиодные конструкции для оформления места проведения ярмарочных и выставочных мероприятий. Обновят баннер возле обелиска Победы. В Канинском сельсовете реализуют проект «Место встречи». В Антике проект «Доброе дело для ветерана». Он подразумевает оказание помощи одиноким пожилым пенсионерам в обновлении мостков и заборов. Таким образом, в 2017 году в регионе будут реализованы 15 проектов по инициативному бюджетированию. В девяти муниципалитетах общий грантовый фонд конкурса проектов по инициативному бюджетированию в 2017 году составил порядка 9,5 миллионов рублей. Отмечу, что инициативное бюджетирование – это принципиально новый механизм субсидирования муниципальных образований. Система позволяет жителям населенных пунктов самостоятельно определять, какие общественно значимые проекты следует реализовать в приоритетном порядке на их территории.